Здравствуйте, уважаемые художники! Рад вас снова приветствовать на нашем художественном канале, художественном студии Открытия. И сегодня я вам покажу и расскажу, как правильно затачивать карандаш, как его правильно подготовить к работе по рисунку. Итак, чаще всего мы с вами, покупая карандаш, не задумываемся о том, как его дальше затачивать. Чаще всего мы прибегаем с вами к следующим способам. Это заточка точилкой или заточка ножом. Но как правильно затачивать карандаш, мало ли кто из вас знает. Итак, сегодня я вам расскажу и покажу, как правильно заточить карандаш, чтобы карандаш не ломался в ходе рисования, был остро заточен, и чтобы в ходе работы вы использовали продолжительное время. Итак, чаще всего начинающие художники, конечно же, используют под рукой точилку. Так вот, сразу же скажу вам, что точилкой художники не пользуются. Или пользуются, но очень в редких случаях. Давайте посмотрим, что происходит с тем, как мы используем с вами точилку при заточке карандашей. Итак, мы видим, что производственная заточка карандаша очень маленькая. И если вы будете рисовать какое-то время, ну, скажем, затратим 15-20 минут, то вы уже побежите быстрее затачивать карандаш. Что же происходит при заточке точилкой? Давайте мы с вами рассмотрим. Если затачивать точилкой, то карандаш, вот можно даже услышать, то он ломается буквально об точилку. И заточка происходит та же самая, как и мы покупали с вами. И, можно сказать, даже еще и хуже. Потому что карандаш при помощи точилки весь поломался. Итак, мы отбрасываем с вами эту идею, затею и забываем об точилках. Правильно затачивают карандаш специальным канцелярским ножом. Он в производстве есть, в канцелярских магазинах, в художественных товарах. Обычный нож, очень острый. И им художники затачивают карандаш. Итак, как правильно заточить карандаш? Затачивать нужно от себя. Ни в коем случае не вот так вот, не вот так, как некоторые сразу же пытаются. Не вот таким вот образом. Вот я специально вам демонстрирую. Почему? Потому что все это неправильная заточка карандаша ломается. И, конечно, при резких вот таких вот движениях вы можете сразу же сточить грифель. Затачивать нужно в спокойном состоянии. Обратите внимание, как я правильно держу карандаш. Палец ни в коем случае не подставляем под грифель. И что же происходит? Если вы подставили, то может нож сорваться и поранить палец, что нежелательно. Итак, палец нужно убрать, сделать такую хорошую подпорку. И обратите внимание, палец у нас вот таким образом убирается. И большим пальцем мы аккуратно, не спеша, убираем верхний слой карандаша. Не нажимайте на карандаш, обращая ваше внимание. И также на него не давите. Заточка занимает примерно одну минуту, если правильно все делать. Обращая ваше внимание, вот мы сточили карандаш. Почему художники стачивают карандаш на полсантиметра? Потому что карандаш, во-первых, хорошо заточен, остро заточен, служит длительным продолжением в работе. И художник не отвлекается на постоянную заточку карандаша. И кончик карандаша также мысленно является продолжением линии и визуализации пропорций и соотношений. Что в дальнейшем в рисунках я вам все это покажу и расскажу. Итак, когда мы с вами сточили основные элементы карандаша, нужно правильно остро заточить карандаш. Художники вращают вот таким образом карандаш. Можно чуть-чуть сделать под углом. Легким таким движением руки, чуть-чуть вращая карандаш, можно заточить. Обратите внимание, видите, я вращаю карандаш. И он затачивается очень остро. Можно следующий прием. Обратите внимание, на плоскость поставили под углом карандаш. Под углом карандаш. И аккуратно, вот таким образом, мы вращая карандаш, затачиваем его остро. И художники еще в своей практике используют наждачную бумагу. Она продается в строительных материалах. Покупаете налевку номер 0. Она очень мелкая. И опять же под углом можно довести карандаш до остро заточенного состояния. Видите, у нас карандаш правильно теперь заточен. Итак, следующий карандаш, который тоже необходимо нам правильно иметь заточку, это угольные карандаши, пастельные карандаши цветные. И также всевозможные карандаши с цепи и так далее. Угольный карандаш, как его правильно заточить? Опять же, правильно ставим руку и вот таким движением аккуратно затачиваем. Обращаю внимание, что угольные карандаши или ретушный карандаш очень хрупкие. И если вы будете давить изначально на грифель, то он у вас быстро сломается. Здесь нужно очень предельно аккуратно затачивать. Пусть медленно, но верно. Вот мы сточили основную, так скажем, часть. И теперь нам нужно заточить очень остро. Для этого художники, опять же, можно вращать вот таким образом карандаш, но вот таким образом опасно. Можно, опять же, сточить весь карандаш. Делают вот таким образом. Прямо ставят лезвие и вот таким образом стачивают. Это один способ. И второй способ. Под углом, вот таким образом, аккуратно вращая карандаш, мы медленным движением заостряем карандаш. Можно, опять же, облокотить карандаш, сделать его под углом. И об поверхность стола придать уже заточенную. Вращаем карандаш. Можно довести острие, опять же, наждачной бумагой. Чтобы не сломать. И обратите внимание, заточка угольного карандаша у нас произошла. Следующий карандаш, графитный карандаш, тоже часто используется в набросках, зарисовках. И художники очень часто его используют. И заточка тоже карандаша следующая. Здесь уже неправильно вот таким образом затачивать. Можно, конечно, частично и вот так заточить, да, то есть основное снять. Но обычно иногда вот так вот. Это же прямо поставить лезвие ножа и круговым движением начать стачивать карандаш, чтобы он у вас был острый. В больших масштабах, когда в визостудиях, есть специальные точилки. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Но не всегда такие точилки хорошо тоже затачивают карандаш. Давайте я вам следующее продемонстрирую. Продаются такие точилки в художественных салонах, в книжных магазинах. Используют вот таким образом зажим. Зажимают карандаш и круговым движением затачивают карандаш. Это полупрофессиональная заточка. Обратите внимание, что в принципе карандаш заточен, но иногда может такая точилка тоже ломать грифель карандаша. Лучше всего используйте нож канцелярский и, по возможности, наждачную бумагу. Это самая точная и верная заточка карандаша. Всем огромное спасибо. Надеюсь, что мои советы вам помогут в решении этой задачи. Подписывайтесь на канал YouTube и получайте массу новых знаний. Всем спасибо.